Здравствуйте друзья. Очередной обзор который стал возможен благодаря вашей поддержке моего канала на сервисе Patreon. Все средства собранные там, направляются на приобретение новых гаджетов с последующим подробным обзором. И сегодняшней темой будет управляемая ZigBee розетка Acara в форм-факторе, который не требует переходников из функции энергомониторинга. Модель SP EU-C01, интерфейс ZigBee 3.0. Максимальная мощность 2300 Вт, ток до 10 Ампер. Максимальное рабочее напряжение до 250 Вольт. Диапазон рабочих температур от 0 до 35 градусов Цельсия, влажности от 0 до 95%. Размер. Диаметр 62, глубина 77,5 мм. Поставляется устройство в бело-синий коробке, характерной для устройств производителя, предназначенных для глобального рынка. В таких же мне попадали ZigBee шлюз Acara M2 и реле Acara T1. Все надписи мультиязычные, включая русский. Сзади на английском перечислены основные параметры устройства, про которые я уже сказал. Указанный цвет белый, хотя модели другого цвета я не встречал. Какой-то особой защиты тут нет, лишь тонкие стенки коробки. С другой стороны, розетку можно заказать только в локальных магазинах, доставки из Китая на момент выхода этого обзора не было. В комплекте, кроме розетки, нашлась еще довольно толстая книжечка с инструкцией. А больше на самом деле ничего и не надо. Инструкция тоже мультиязычная, в том числе и на русском. Так что если кому-то интересно, никаких проблем с прочтением не будет. Устройство выполнено в европейском форм-факторе Shuka. Глубокая розетка для толстых вилок с заземлением. На разъеме указаны пределы 250 вольт и 10 ампер, но при этом максимальная мощность 2300 ватт. На упаковочной пленке нашлась наклейка с инсталляционным QR кодом, встречая его уже не первый раз, но до сих пор не нашел куда такой применять. Вилки толстые, с учетом мощности розетки с запасом. Есть и контакты заземления. Фаза и ноль подписаны. Розетка конечно будет работать, если они не совпадут с реальными. Но с точки зрения электробезопасности, реле розетки должно разрывать именно фазу. Такой тип розетки я условно называю переходником, хотя по факту входящие и исходящие разъемы идентичны, никто никуда не переходит. Гаджет устанавливается между потребителем и стационарной розеткой, что дает возможность программно или удаленно включать и выключать питание, а также получать данные о потреблении электроэнергии. Конечно, просто напрашивается сравнение с аналогичной розеткой от Xiaomi, обзор по ссылке в описании. И выглядят они тоже очень похожи, если не считать то, что герой обзора круглая, а Xiaomi квадратная. В остальном это просто братья по разуму. Разъемы, надписи, расположение светодиода. Кнопки переключения и сброса и надписи под ней. Для сброса и перевода в режим сопряжения, эту кнопку нужно удерживать примерно 5 секунд, короткое нажатие переключает состояние. Сзади то же самое, все одинаково вплоть до подписи возле контактов. Хотя обе розетки на 10 ампер, вилки тут толстые, с запасом. Хотя на официальном сайте Акара.ру указано, что эта розетка работает только в Акара Хоум, я все же проверю ее подключение к Mi Home. Но из-за некоторых особенностей, придется разделить эту часть обзора на две и чуть дальше вы поймете почему. В первой части мы рассмотрим подключение прямо из коробки, без дополнительных действий. Подключать я буду через шлюз Xiaomi третьей версии, которая поддерживает протокол Zigbee 3. Используется модифицированное приложение Mi Home с сайта копиба.ру, ссылка в описании. Так как именно такой розетки в списке поддерживаемых устройств нет, то выбираю другую, встраиваю ему. Тут на самом деле разницы нет, просто нужно перевести шлюз в режим сопряжения. Это кстати можно сделать и трижды нажав на кнопку на шлюзе. И только в модифицированном приложении розетка определится. В стоковых, что на Android, что на iOS, будет показана строка с надписью устройство не в сети. Аналогично розетке Xiaomi, Акара тоже умеет определять наличие вилки потребителя в разъеме, имеет данные о энергомониторинге и умеет включаться по расписанию и таймеру. Но при подключении розетки из коробки сразу в Mi Home, по крайней мере на той версии прошивки, что приехала мне, работать с ней нельзя совершенно. И вот почему. Плагин и розетка каждый живет своей отдельной жизнью. Розетка включается и выключается никак не влияя на статус показываемый в плагине, так и плагин что-то там включает и выключает, в реальности никак не воздействуя на розетку. На этом первую часть помехом мы заканчиваем, но вернемся к нему еще позже. Теперь попробуем родное, рекомендованное производителем приложения Акара Хоум. Кстати, некоторые почему-то думают, что оно только для iOS устройств, на самом же деле есть и Android версия. Если в этом обзоре вы видите три скрина в одном кадре, это Android, а если два широких, это iOS. В разделе добавления я выбрал розетку, здесь она справа черная, выглядит как встраиваемая. После этого приложение просит выбрать шлюз, у меня это Акара М2. Для сопряжения удерживаем кнопку на розетке в течении 5 секунд, после чего она подключается к шлюзу и появляется в приложении. Тут все нормально, работает прямо из коробки в стоковом приложении. Новое устройство появляется в общем списке в указанной локации. Есть свой плагин. Управление, актуализация статусов, энергомониторинг, все корректно и достаточно быстро. Кстати, по моим личным наблюдениям, Акара Хоум работает значительно шустрее, чем Mi Home. А Mi Home, особенно в последнее время, ужасно тормозит, иногда просто выбешивает. А так выглядит плагин розетки в iOS версии приложения. Никакой принципиальной разницы с Android тут нет. Ключевое отличие этих приложений, возможность проброса в Apple HomeKit, чего по понятным причинам нельзя делать в Android. Полевые испытания. Розетка реагирует быстро, сам же плагин немножко думает. Довольно шустро обновляются и данные по энергомониторингу. Так что тут все очень прилично и юзабельно, что должно порадовать всех, кто предпочитает штатные системы управления. С главного экрана плагина доступны данные по энергомониторингу, которые по мере накопления, можно будет просматривать в разрезе дней и недель. Есть таймер обратного отсчета, переключающий состояние розетки через заданный интервал времени. Кроме этого, есть меню настроек, где тоже можно найти много чего интересного. Например, тут есть возможность ограничения максимальной мощности розетки, потолок 2300 Вт. Возможно будет полезным для некоторых кейсов. Есть возможность включить режим сохранения состояния, в случае пропадания внешнего питания. Вот так работает опция сохранения питания. Если розетка была включена, то после пропадания восстановления питания она опять включится. И наоборот, если была выключена, то останется в таком же состоянии после подачи энергии. И только в Акара Хоум можно обновить прошивку розетки. Это надо делать обязательно. Новая версия и решает проблему с работой при подключении к третьему шлюзу и работой в Mi Home. В Акара Хоум розетка может работать в разделе если и в разделе тогда. И тут доступно 5 вариантов, как для событий включения и выключения не подключен электрический прибор, так и для условий включена или отключена. В разделе действий три стандартных варианта включить, выключить и переключить состояние. Что еще хотелось бы видеть, это условия по энергомониторингу, что было бы удобно и логично. Зато такое условие как наличие вилки в розетке позволяет реализовать сценарий, причем локальный, который будет отключать розетку если в нее ничего не подключено. Проверим как он будет работать. Буквально в течении секунды розетка отключается. Акара Хоум тесно интегрирован с Apple HomeKit. Шлюз, который я в нем использую Акара М2, одновременно является и мостом в HomeKit и все устройства подключенные к нему автоматически сюда пробрасываются, розетка не исключение. Вот так она отображается. Тут есть переключатель состояния. Правда отсутствуют данные по энергомониторингу, а не есть в Акара Хоум. HomeKit в данном случае можно рассматривать как некую внешнюю оболочку с голосовым ассистентом, а основные автоматизации можно держать в Акара Хоум. А тут можно при желании например сделать сценарий по местоположению, скажем отключать ненужные розетки когда вы уходите из дома. Скорость реакции тут мгновенная, так как работает все локально. Да и шлюз М2 подключен кабелем, что надежнее чем Wi-Fi. Выключи розетку. Хорошо, устройство Outlet выключено. Вернемся к Mi Home. Теперь розетка имеет последнюю свежую прошивку и ее можно уже использовать нормально, но напомню, только в модифицированной версии скопиба.ру. Подключаю также к третьему Mi шлюзу и теперь все работает более корректно. Включение-выключение, определение вилки потребителя, есть данные по энергопотреблению, но с ними есть определенный нюанс. Если просто выключить розетку, то последняя измеренная мощность так и останется, она не обновится. Обновление произойдет только в случае, если при включенной розетке вручную отключить потребитель. Вот такой нюанс, в Акара Хоум такого нет. В настройках тут есть все то же самое, ограничение максимальной мощности, сохранение состояния после возобновления питания, оно кстати работает корректно. При желании, можно сменить иконку розетки в плагине. В автоматизациях доступны только действия, все обозначены тильда, это признак того, что они реализованы только в модифицированной версии Mi Home. Можно включить, выключить и переключить состояние. Интеграцию в Home Assistant начнут с шлюза Xiaomi 3 версии и одноименной интеграции от Alex IT, ссылка на урок в описании. При подключении розетки, неважно как, используя Mi Home или просто трижды нажав на кнопку на шлюзе, она автоматически появится и в Home Assistant. Аналогично с Mi Home, на прошивке из коробки розетка не работает, сенсоры находятся в статусе неизвестно, а свитч по факту ничем не управляет. После обновления прошивки, начинает работать управление, но с той же оговоркой что и в Mi Home. Если просто отключить розетку с нагрузкой, данные по мощности не обновляются, остаются висеть с последним значением. Вот так это выглядит. Розетка реально отключается и ее статус корректно обновляется, но мощность при этом не меняется. А если увеличить мощность нагрузки, она обновится и в Home Assistant это будет немножко быстрее чем в Mi Home и будет отображаться корректно. Но если выключить розетку, значение все равно останется. Теперь перейдем к zigbee2mqtt. Процесс подключения стандартный. Включаем в интеграции join, на розетке зажимаем на 5 секунд кнопку, пока не начнет мерцать светодиод и ждем пока она залетит. Залетает все быстро и без проблем. Определяются корректно и модели даже картинка. Устройство является роутером для других устройств Zigbee сети. Из 7 параметров которые прописываются для этой розетки, по факту работают только 3. Свитч, текущая мощность и уровень качества сигнала. Хорошая новость, мощность обновляется моментально и корректно. Возвращаясь к сравнению с розеткой Xiaomi Zen CZ04LM, ее функциональность Zigbee2mqtt намного выше. Есть все показания энергомонитора, не только текущая мощность, но и количество потребленной энергии, напряжение и ток нагрузки. Кроме этого есть сенсор превышения допустимой мощности, сенсор наличия вилки потребителя, отключение светодиода, память состояния и автоматическое отключение при нагрузке менее 2 Вт в течении 20 минут. Так выглядит розетка в карте сети. Она сразу строит связи с другими роутерами, конечные устройства при благоприятных условиях будут переподключаться самостоятельно. Все сущности из Zigbee2mqtt пробрасываются в Home Assistant. Те что работают, это напомню, свитч сенсор мощности и качество сигнала, отрабатывают корректно и быстро, по остальным нули. Надеюсь что со временем функциональность этой розетки в интеграции будет доведена до уровня Xiaomi. Протестировал я устройство и на SLS шлюзе, с актуальной на дату обзора прошивкой 10 апреля 2021 года. Подключилась в штатном режиме, без бубнов и переключений, определилась корректно. Тут все аналогично Zigbee2mqtt. Тип, модель, роутер, отображаемое изображение устройства. Специально для сравнения в SLS я завел в него и розетку Xiaomi. Розетка Akara, она тут слева, сравнительно с Zigbee2mqtt, кроме свеча сенсора мощности и качества сигнала, есть один дополнительный параметр LastScene. Он отображается в Unix формате, количество секунд с 0 часов 0 минут 1 января 1970 года. Розетка Xiaomi отличается только сенсором потребленной энергии, остальных наворотов с Z2m тут пока нет. Команды отрабатываются моментально, проблем с обновлением значения потребляемой энергии нет. Для этой розетки разницы куда подключать ее в SLS или Zigbee2mqtt тоже нет. Проведя все эти тесты, я пришел к выводу, что покупка розетки Akara SP EU-C01 оправдана в том случае, если вы используете систему Akara Home, можно в связке с Apple HomeKit. Только тут доступен ее максимальный функционал. Что касается Mi Home или Home Assistant через интеграцию Zigbee2mqtt, то намного больше возможностей у Xiaomi Zen CZ04LM, причем она зачастую существенно дешевле. Если же говорить о себе, то мой случай это как раз Xiaomi. На этом все, если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома, можно прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok